стоят девчонки стоят сторонке платочки в руках те ребят потому что на 9 девчонок по статистике 10 ребят всем привет а старых шиблет что-то дальше это продолжение забыла девочки я короче в больнице приехала я рано я уже говорила что это было на 740 выезжать в арбасад я выехал на 7 как чума блин было глаза так кстати мама звонила нет по всему городу нас не воды не света что случилось я не знаю я не помню что у нас такое было да где-то видим очень большая авария произошла на станции наверно я не знаю девочки о ландыши посмотрите ландыши ландыши посмотрите распускаются красиво да девочки он у него же цвести скоро будут он они уже но не интересене зацвели короче появились а у меня если где-то минут тридцать и действия до терапевта времени и короче 945 терапевта 10 часов хирург но хирург а вот сколько я ходила раньше когда вот у меня было воспаленное колено никогда вовремя не принимает за целых час полтора раз опоздание сейчас я не знаю как будет принимать потому что приходят они восемь на прием а часов 9 где-то в 930 и уже люди заходят только с вами с места бы и короче не знаю девочки ничего не знаю нужно ехать имя в больницу я позвонила женщина я уже сказала да там нужно ухаживать за бабушкой я объясняла обстоятельства дело что мне надо в больницу с утра что записывался за две недели она сказала хорошо как освободитесь и гор приблизительно что в одиннадцать наверно в 12 буду на еду короче девочки проверю там бабулю погода очень хорошая для меня вообще просто шикарная параллел значит дождь хороший да у нас очень хороший был бы просто пачпак саром по ночи баксарскую товаринском посаду других районах не в курсе потому что я там не была пролил дождь и главное хотел азот я кольки дала зонтик один потому что он вышел рано в четыре часа он пошел в ту квартиру там будет полы вскрывать до работы до работы он там убрал за эти кухонные шкафы в зал сегодня хочет а потихонечку там скрывать полы и потом уже ехать на работу в пять часов вот после работы он кроет крыши сегодня наверное уже заканчивает там с 3 где-то с 4 до 6 до 7 часов его привозят потому там работодатель на машине домой кушает и ложится с моется и ложится спать но я его не торопила он сам поздно изъявляет желание вставать пол четвертого сегодня на завтрак у него была творожок биотворка с валиной два бутерброда значит вот с этим с этим с филе нарезкой и кофе я ему сделала да дала ему на обед значит картофельное пюре с котлетой с рыбий салат капуста туда добавила огурец свежий положил в отдельный контейнер и кусок хлеба как обычно все прилично и и колен побежал в четыре часа я ему дала зон я думала будет 6 часов 7 тоже дождь но великому счастью дождь прекратился когда я уже выходил из дома из 15 7 практически половина 7 за когда я открыла глаза дождя не было но мне сказала женщина сегодня что будет дождик с 11 знакомая встретилась ехала на работу на посаде с 11 до вечера не знаю но небо такое пасмурное свежо очень свежо пыль значит тебя забилась к асфальту да прибилась а влажно свежо очень хорошо там дышится очень легко я люблю очень такую погоду просто обожаю не знаю там спросил я забыла кто спросил там из девочек только спросил будет ли эфир я сразу не стала писать на комментарии потому что я не знаю я думаю запишу ролик и отвечу вы сразу же смотрите меня да спасибо за это вам тоже большое что вы просматриваете прослушиваете меня конечно же ставите лайки пишите комментарии я вам очень признательна и благодарна по поводу эфиры девочки я ничего не могу сказать потому что я не знаю сколько я буду находиться в больнице поскольку я вернусь домой потому что как бы это дочь сказала вы разговариваться с мамой маме 85 лет она в своем уме насколько как вы понадобитесь ей на какое время но долго я тоже не могу находиться допоздна потому что я просто физически отсюда не уедущий боксер ну наверное часиков потому что с 12 до 3 до 4 вот так вот все что в 6 6 7 я буду дома если я не устану я открою эфир ненадолго если устану не обессудьте завтра я не знаю на завтра нужно будет если завтра у меня не болит меня больница 6 7 еще гинеколог и потом парандонтолог 6 гинеколог и 7 парандонтолог все эти дни надо будет наверное ездить в больницу я не знаю сегодня как карта ляжет девчонки я ничего не могу сказать потому что я не знаю что там как-то с бабулей насколько и не нужно полосу кантом от лежать вот больше заканчивается там пару порции осталось надо суп варить потому что я не знаю 8 наверно а 6 6 числа я поеду конечно же с узкой больницу до 6 числа чтобы я уже не пойду бабульки то если что так что у нас еще в планах завтра у меня на вальберис должны прийти мои покупки там должно прийти вот это платье апельсинка и постельное белье и полин там этот комплект шорты с футболкой делаю обзор покажу вам нет это как его вообще разворачивать сейчас пока постельные буду потому что я думаю сейчас езжу и поработаю и потом как бы это на постель буду стелить уже девочки вот этот мужчина одинокий мужчина в самом соку не пьет и не курит и спит на боку я хочу застелить постельное белье когда я приеду если я поеду на работу когда приеду на стиле когда вы увидите уже более в развернутый видит постельное белье этот мужчина в этой же футболке в этих джинсах вез мою собаку за собакой он этот и перевозом людей занимается чпоксара казань казань чпоксара вы видели его машину может быть его а может быть он просто водитель наемный тоже неизвестно звонила к сыну справлялась о здоровье девочки он сказал что полегче быть маму как мне полегче говорить я вот лучше сыночек чем вчера он гордо намного говорит уже более-менее выпил гордя на ночь протестамол как врач сказала говорит весь пропотел вот я говорю сынок 7 футболку потому что малыш мой может не догадаться со своей малышкой мама все равно должна вставить свое ключевое слово ягры сынок сними футболку по меня обязательно в потной футболке нельзя на горта вся болезнь не вышла нужно обязательно менять хорошо я говорю лежи кушай что-нибудь диетическое дам бульончики туда-сюда говорю не такого тяжелой пищи не кушай и водичку и лежи сыночек говорю пей лекарства которые нужно было а вот и поправляйся малыш мой любимый он смотрит мой канал месяца с моя любимая снахой и передаю своим детям конечно же привет я их обожаю обоих я вас мои дети обожаю вот вы у меня самые лучшие самые самые любимые то что есть на планете земля вот прошел год сегодня значит знакомые меня спрашивают я рассказывала вам про нее она переболела очень тяжело по моему рассказывал не рассказывала раз а маме рассказывал просто это закрасил я ноги да она переболела тяжелой форме это к видам лежала в реанимации вы слышали там когда ноги красил от машинки и трахеи пробивали в поставляли в горло впереди трубку на себя показывать не буду она лежала в коме месяц что ли она лежала в коме врачи сказали мне вот тут я ее увидела у нее дочка кстати это уехала сошлась с мужчиной вот он живет в арабской стране я назвала она страну показала мне фотографии девочка очень красивая 22 года мужчина немножко постарше там ее лет так на 20 ее содержит очень хорошо и знаете когда у людей все хорошо у нас в Марпасаде я не знаю как у вас принято называть таких девушек проститутками почему проститутками я никак понять не могу в чем ее проституция в чем то что у нее появился мужчина да ну пускай он постарше ее да она увидит с ним хорошую райскую жизнь она очень хорошо выглядит она показала значит волосы у нее волосы так вот под коры девочки пострижены у ее дочери да и они такие вот она показала короче зад волос когда она была здесь а когда только она уехала у нее волосы такие были все жены и прям такие знаете как этот ну жены как веник блин так солома он ее водил в салон там волосами занимались девочки сейчас у нее волосы прям знаете волосы волосы короче вот так вот она делает да вот так вот они блестят вот так красивые ровные такие ну так у нее маникюр педикюр ну хорошо она там живет я говорю господи какие же злые языки ну какие злые языки я за нее например порадовала за ее дочь я говорю пускай живет и берет от жизни все а что бы она здесь делала вообще у нас в чувашии вот ей повезло да и хорошо пускай мало с ней проживет может даст бог и будет жить долго да и счастливо сколько бы не было бы хочу девочки свое мнение высказать сколько бы не было она проживет и узнает увидит хорошую жизнь у него там автомобили очень дорогие несколько автомобилей он такой богатый человек с откидным вот этим верхом кабриолетом туда-сюда она высылает маме деньги вот устраивают они там праздники знать это в кафе устроили праздник и сказали людям типа что у нее день рождения она показывала мне видео фотография я за нее очень рада а люди такие вот злые гулять вот типа вот этой вот этого кота да оскорбляют я говорю что бы она сделала здесь тут у нас только кто тоже тоже хороших ребят уже разобрали когда-то найдешь хорошего парня да а кто тут у нас алкоголики да пьяницы как прочим и везде блять ну что за жизнь здесь у нас ну что за жизнь девчонки а у нее такое красивое тело у нее такая откидная попа она в купальнике там со стрингами да такая спиной вот так сидит на корсточках ну так ноги под себя поджала такая отстегная попу такая тоненькая талия и тело такое знаете пунцовое такое как медный цвет меди загоревшая мне например очень приятно у нее одна единственная дочь и она радуется за свою дочь я говорю конечно а люди обсуждают люди засранцы я говорю завидуют блять потому что у них этого нету они так не могут жить поэтому и обсуждают и обсирают и все в этом роде она посылает маме деньги она значит показывает прям пачку видео как сколько там купюр разговаривает она на английском языке ее дочь со своим мужчиной владеет она хорошо как английским языком она училась что-то там я не помню хорошо училась она девочка такая не дурная красивая фигурная очень красивые наряды у нее там вот живет хорошо и слава богу я говорю пока молодая пускай берет все блять когда будет ей 50 лет будет она брать все уже от жизни там уже будет песенка спета девчонки что-то я еще хотела сказать запамятовала ваша багетка внешний вид сзади некрасивый ну не обращайте внимание на эту стену но я могу вам вот так повернуться хотите? хотите вот так красиво сделаю? хотите? а вот так красиво сделаю? а вот так красиво сделаю? хотите? или вы не хотите? а вот она сказала говорит олег говорит ты где загорелла? ты такая загоревшая где вообще была? летала куда-то? я говорю да летала на велосипеде проехалась говорю по садику по двум холмам до мамании и назад потом потом две ночи подряд мне ломала говорю как сидрую козу говорю и температура летала говорю да зумираты она говорит у тебя красивый понсовый загар вот и ноги кстати тоже загорели на велосипеде очень хорошо ездить в шортах очень удобно и загорает я же этим еще маслом смазываюсь летала я говорю летала да я же птица голубь все закрыл ладно девчонки вроде бы и поболтала с вами так хорошо а буду загружать этот ролик пойду я на прием в терапевту то скажут она мне там потом я вам скажу и всю правду доложу всем хорошего дня всем отличного настроения с вами как всегда я Багира на канале Дмитрий Багира кто хочет отписываться отписывайтесь я не заплачу кто хочет подписываться подписывайтесь всем спасибо всем пока всем пока все